Авдеевка И когда ты понимаешь, что оно вот где-то совсем уже рядом по тебе, я тогда написал жене сообщение, я тебя люблю. И тут еще один снаряд, бабах, взрывается. И ты такой думаешь, говорит, так а что же мы туда идем, если туда снаряды падают. У меня вот такой вот уже навык, я всегда, знаешь, смотрю, куда можно, если что, укрыться, но не теряя нить разговора с собеседником, я всегда, знаешь, так смотрю, так, ага, так, мягкий кустик, можно сюда прилечь. Мой верный конь. Улыбайся, улыбаемся и машем. Сережа у нас просто, он потомок скандинавских воинов, наверное, потому что, чтобы не было, Сережа спокоен, просто. Поехали, Андрюха, заводи машину. Сейчас вам, короче, что-нибудь покажу. Ну, действительно, такое что-то. Смотрите назад. Вот эта дырка, вот это прилет авиабомбы. Допустим, я как журналист, я там, грубо говоря, могу в окопе посидеть, мне там такое дело или в блиндаже, то Васе надо выйти из этого окопа или из блиндажа для того, чтобы это все снять. То есть, и он подвергает себя, вообще, как бы операторы подвергают намного больше риску. Снова мы с Николаем в нашей любимой среде, по колено, ну, не по колено, но сегодня придется чиститься, да, Николай? Да, немножко припачка. В конце каждого сюжета мы называем имя не только автора, оператора, но и водителя, поскольку я вообще считаю, что это самый важный человек. Да, у нас водитель готовит. Андрюха, спасибо. Кто не работает, тот что, ест. И вот ты просто кровь из носу, тебе нужно быть в семь, как штык у него на кухне. Если нет, Андрюха очень обижается. Андрюха, не обижайся, пожалуйста. Ну и послушаем суровую песню для суровых военкуров. Врубай! О, слушай, они же знают про меня больше, чем моя жена, прости меня, солнышко. А ты же с ними делишься всем. Ты живешь с ними, ты кушаешь с ними, ты спишь с ними, ты проводишь с ними 24 часа в сутки. Все отварное. Мы тут с Николаем следим за фигурой на войне, да, Николай? Надо держать себя в форме, в тонусе. В Бородянке нашли захоронения гражданских. Мы же тогда абсолютно как-то спокойно воспринимали, это мама, она там переворачивала тело этого сына, вот как маленького ребенка, знаешь, переворачивала и общалась с ним, как с маленьким ребенком, а перед тобой лежит сорокалетний мужик. Вот просто, но она все равно осталась мамой. Я люблю тебя, сыночка, я люблю тебя. Ты дуличка моя. Это трагедия, но оно вот как-то ты отрезаешь вот эти эмоции, а потом приезжаешь, пересматриваешь это и думаешь, ну пиздец. Ну вот так вот иногда бывает. Вот знаешь, тяжелее всего, когда ты снимаешь сюжет про бойцов, какие-то их истории, ты с ними тем или иным образом сближаешься, а потом узнаешь, что его уже нету, а сюжет о нем еще не вышел. И это та концовка, которую не хотелось бы дописывать. Человек, 15 тел гражданских, которые российские солдаты расстреляли, которые месяц лежали. Кого-то они сгребли на кучу и облили бензином и сожгли. Кого-то в машине. То есть, ну то есть это жутчайшая картинка. Наша работа очень часто связана с горем людей. И ты когда просто переживаешь эту ситуацию, тебе как бы очень плохо.